Всем привет! Сегодня постараемся ответить на вопрос, а какой телевизор выбрать в 2022 году? Ссылки на все телеки из этого рейтинга я оставлю в описании. Обязательно подписывайся, ставь лайк, ну и приятного просмотра! Внешний вид Xiaomi Mi TV 4A отличается своей лаконичностью и одновременно изысканностью. Он выполнен в форме квадрата, с острыми гранями. Рамки на лицевой поверхности, ножки и нижняя часть гаджета изготавливаются из матового черного пластика, которые отлично переносят механическое воздействие. Привлекают внимание тонкие рамки, толщина которых чуть меньше 1 см. Исключение составляет лишь нижняя окантовка, которая шире остальных рамок примерно на 1 см. Именно тут и располагается фирменный логотип бренда. При производстве задней крышки преимущественно пользовался легкий и прочный алюминий. На оборотной стороне находятся перфорированные элементы, которые нужны для организации пассивного охлаждения гаджета. Для фиксации на стену предусмотрено два разъема, веса 100. С межболтовым расстоянием в 10 см. Также можно самостоятельно прикрепить ножки для установки на горизонтальной поверхности. Что же касается механических элементов управления, то они представлены лишь одной кнопкой включения. Остальные команды подаются через пульт дистанционного управления, ну либо же смартфон. Дизайн пульта тоже приятно удивляет своей простотой. Это удлиненный прямоугольник с нанесенными на него логотипом компании и несколькими управляющими кнопками. Передача сигнала осуществляется через инфракрасный порт, а в качестве элемента питания используется батарейка CR2032. За качество звука отвечают сразу два полноразмерных динамика встроенного типа. Мощность каждого из них равняется 6 ваттам. Встроенный аудиочип поддерживает декодирование Dolby Audio и DTS-HD. Для покупки доступно несколько модификаций, которые отличаются между собой не только по диагонали, но и качество воспроизведения видеофайлов. Объединяет их всех внушительный угол обзора, который равняется 178 градусам, благодаря чему вероятность бликов и нечёткости будет исключена. В телевизоре установлена память DDR4 объёмом 2 гигабайта, а вот показатель постоянной памяти EMC 5.1 может варьироваться, составляя 8 или 32 гигабайта. Операционная система телевизора работает на высшем уровне. Она поддерживает опцию автоматического переключения снимков с добавлением музыкальной дорожки. В режиме ожидания на экран отображается приятная заставка со свежими обновлениями прогноза погоды. Телевизор работает на базе функций искусственного интеллекта, поэтому он постоянно обучается и старается максимально хорошо понимать желания своего владельца. Данный телевизор имеет диагональ 31,5 дюймов, что приблизительно 80 сантиметров. Разрешение экрана Full HD при соотношении сторон 16 на 9, что даёт довольно качественное изображение. Пункция Smart TV обеспечивает доступ в интернет, а встроенный Wi-Fi позволяет делать это в беспроводном режиме. Телевизор имеет два динамика общей мощностью 10 Вт. В комплектацию к телевизору входит дистанционный пульт управления с двумя батарейками, сетевой шнур, руководство пользователя, руководство по установке, гарантийная книжка и угловой переходник для антенного провода. Телевизор выполнен из тонкого пластика, спереди с глянцевой поверхностью, сзади матовый с заметной ребристостью. По периметру экрана есть рамка шириной 18 мм. Основной вариант установки телевизора на подставке, состоящий из двух частей. Ножки крепятся к бокам, каждая при помощи двух винтов, входящих в комплект. Телевизор стоит на ножках устойчиво. Если же нужно прикрепить телевизор на стену, на обратной стороне аппарата предусмотрены 4 резьбовых отверстия с расположением 100 на 100 мм. Но кронштейны и болты для этой цели приобретаются отдельно. Телевизор имеет разъемы для подключения внешних устройств. На задней панели расположены антенны и вход, разъемы типа тюльпан, вход для проводного интернета и оптический аудиовыход. На боковых панелях расположены разъемы для сетевого шнура 220 вольт, HDMI, USB и слот CI. На нижнем торце справа расположена кнопка для питания со световым индикатором. Здесь же внизу находятся два динамика. Для того, чтобы пользоваться интернетом, в телевизоре установлен собственный веб-браузер, а также приложение для просмотра YouTube и куча разных онлайн кинотеатров. Для управления курсором можно использовать кнопки вверх-вниз-влево-вправо на пульте. Картинка телевизора четкая, цвета яркие и насыщенные. Даже при угле обзора близкому к 180 градусам, качество изображения почти не меняется. Звук приятный, не глухой, без помехи и имеет приличный запас по громкости. Связь с домашним Wi-Fi роутером телевизор держит стабильно. Замедлений или торможений при поиске в интернете и просмотре фильмов онлайн замечено не было. В общем, телевизор крайне хорошо подходит для просмотра художественных фильмов, сериалов, футбольных матчей, любительского серфинга в интернете. В общем, этот телевизор для этих дел хорошо подходит. Экран телевизора LG 43UM7020 аккуратно обрамлен по периметру узко-черной кромкой. ТВ устанавливается на ножки, идущие к нему в комплекте, или подвешивается на стену с помощью специального крепления на задней панели. Толщина телевизора 8,8 см. Это не самый тонкий телевизор, но выглядит он довольно аккуратно, компактно и не вызывает ощущения громоздкости. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth последней версии 5.0, отличающихся максимальной скоростью передачи. Благодаря такой поддержке пользователи могут подключать ТВ, беспроводные пульт, наушники, передавать музыку на колонки телевизора со смартфона. Модель относится к линейке Ultra HD телевизоров. Всё оборудование этой серии имеет экраны с большим разрешением 3840х2160 и отличается высоким уровнем чёткости, реалистичности изображения. При просмотре такого телевизора видны даже самые тонкие оттенки, а цвета отличаются яркостью и насыщенностью. Даже если изначально изображение тёмное, благодаря расширенному усилителю, встроенному в эту модель, картинка выравнивается, становится сочной и живой. Также огромный плюс этого телевизора, это и широкий угол обзора. Смотреть на нём кино комфортно, не только сидя напротив, но и сбоку, наискосок. Вне зависимости от своего положения, зрители будут видеть изображение в одинаково высоком качестве. Это важно, если одновременно телевизору будут смотреть более двух человек. Телевизор LG обладает 43-дюймовым экраном, это оптимальный размер для большинства пользователей. ТВ-передачи на экране таких габаритов хорошо будут визуально восприниматься как в небольшой комнате, так и в просторном помещении. Благодаря Direct LED в этом телевизоре нет засветов, а частота обновления оборудования в 60 Гц делает его универсальным при просмотре любого видеоконтента. Функция телетекст даёт возможность с комфортом смотреть ТВ даже людям с плохим слухом. Кроме того, эту опцию можно использовать и для просмотра телепередач с выключенным звуком. В отличие от многих других телевизоров с интернетом, LG UM7020 не визнит в процессе просмотра фильмов и не имеет привычки самоотключаться. Функция Smart на нём работает достаточно шустро, а изображение и звук соответствуют качеству, заявленному производителям. В остальном это отличный бюджетный ТВ в своём классе. По сравнению с другими моделями телевизоров с похожими функциями и технической начинкой, он стоит совсем недорого. При этом по качеству изображения и скорости Samsung TV LG M7020 перегоняет многие даже более дорогие модели. Дизайн у Xiaomi Mi TV 4S строгий. Узкая рамка, обрамляющая экран сверху и по бокам. Изготовлена из стали и имеет относительно стойкое тёмно-серое полупрозрачное покрытие. В нижней части экрана закреплена планка из алюминиевого профиля с анодированной тёмно-серой матовой поверхностью. Задняя панель в верхней части изготовлена из тонкого листа стали и имеет стойкое чёрное матовое покрытие. Выступающий назад кожук в центре и в нижней части задней панели с заходом на нижний торец. Изготовлен из чёрного пластика с матовой поверхностью. Сзади телевизор выглядит достаточно аккуратно. Эта модель по современным меркам не очень тонкая. Внешняя поверхность ЖК-матрицы чёрная и почти зеркально гладкая, но очень слабое матирование присутствует, поэтому отражения в экране чуть-чуть размыты. Антибликовые свойства экрана выражены не так сильно, как в ряде моделей, чьи экраны имеют специальное покрытие, которое снижает яркость отражений. Снизу по центру планки находится накладка из прозрачного пластика. Штатная подставка состоит из двух ножек галочкой, отлитых из алюминиевого сплава. Снаружи ножки анодированы и имеют чёрное матовое покрытие. Опираются ножки на противоскользящие резиновые накладки. Жёсткость конструкции высокая, так телевизор стоит устойчиво и вертикально. Расстояние между опорами ножек примерно 100 см, а измеренная ширина корпуса равняется 1231 мм. Альтернативный способ установки телевизора без использования штатных ножек это крепление телевизора на стену с помощью кронштейна под монтажные отверстия веса 300 на 300 мм. Разъёмы размещены в двух нишах на задней панели и ориентированы вниз и вбок. Кабель питания не отсоединяемый, его длина 1,5 метра. На пластиковых кожухах сзади, сверху и снизу есть вентиляционные решётки. Программной платформой для этого ТВ служит Android TV, которая является наследницей Google TV. Основана установленная версия Android TV на операционной системе Android 9. Громкость акустической системы идеально подходит для жилой комнаты. Присутствуют высокие и средние частоты, низких практически нет. Стереофонический эффект выражен. Есть паразитные резонансы корпуса, но дребезжания нет даже на большой громкости. Звук громкий, чёткий, что также большой плюс. Цвета у телевизора правильные. Цветовая чёткость немного ниже возможной. В стандартном для видео диапазоне на шкале серого отображаются почти все градации оттенков. Главным достоинством этого телевизора в Xiaomi нужно считать использование системы Android TV и возможность установки сторонних приложений. При этом даже неродные приложения в случае аппаратного декодирования могут выводить видео в разрешении 4К. PCL43P717 PCL43P717 – это современный 43-дюймовый телевизор, который обладает едва заметным обрамлением экрана. Несмотря на бюджетный статус, способен похвастаться поддержкой Smart TV. Данный телевизор имеет минималистичный дизайн, который демонстрирует привлекательность действия на экране, не отвлекая внимания на безель экрана. Тут мы видим максимальное пространство всей матрицы, окаймленной тонкой металлической рамкой. Использующийся в этом телевизоре обрамление совершенно не отвлекает от происходящего на экране. Размещение данной модели на тумбе происходит при помощи двух привычных ножек, имеющих небольшую высоту. В результате телевизор становится украшением любого помещения. Если вариант с установкой телевизора на подставку не устраивает, на задней панели имеются отверстия для настенного крепления формата 200х200. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, устройство способно порадовать полноценным 4К разрешением. Сэкономил китайский производитель только на частоте обновления. Она не превышает стандартные 60 Гц. Для изготовления дисплея использовалась технология VA, поэтому под определенными углами цвета могут немного искажаться. Но зато покупателя ждет высокая контрастность. А еще он должен по достоинству оценить 19-ваттную, обеспечивающую приличный запас громкости. Несомненно, поддержка Dolby Audio в серии обеспечивает реалистичную четкость диалогов и кое-какой объем при воспроизведении фильмов. В данной модели установлена пара динамиков мощностью по 9,5 Вт, а также звуковая схема 2.0. Работу TCL P717 обеспечивает 9-я версия Android. Для этой операционной системы создано огромное количество приложений, поэтому телевизор может предоставить самый широкий набор функций. Подключение к роутеру реализуется посредством Wi-Fi версии 802.11n, потому если нужно смотреть что-либо в 4К разрешении, то лучше использовать провод. Ну а ссылки на все телевизоры я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк, ну и пишите в комментарии, какой телевизор нужно было бы добавить или убрать из этого рейтинга. Ну а с вами был канал Технообзор. Всем пока и до следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok